Обеспечить максимальный контроль за деятельностью управляющих компаний. Такую задачу перед своим заместителем Сергеем Боенко поставил глава региона Александр Цибульский, отметив, что речь не идет о применении искусственных административных мер. В настоящий момент количество управляющих компаний в городе избыточно, а качество предоставляемых услуг и цены на них не соответствуют друг другу. В Нарьинмаре на 20 тысяч населения два десятка управляющих компаний. Казалось бы, это должно привести к жесткой конкуренции и снижению цен за коммунальные услуги. Однако вместо этого халатность и порой элементарная безответственность. Я даже не как губернатор, но во многом говорю, как пользователь этих услуг, вот меня это крайне не устраивает. Это стоит дорого, а качество очень низкое. Поэтому здесь я прошу продолжить работу по повышению качества оказания услуг. Если компании не справляются, то здесь надо, соответственно, принимать меры. С начала текущего года в госстрой-жилнадзор Нейнского округа от граждан поступило более 150 обращений, каждый из которых отрабатывается, отметил вице-губернатор Сергей Боенко. Вместе с этим ведется активная работа по настройке прямого диалога между жильцами и управляющими компаниями. Практика такая на сегодня уже есть, что у нас за последние 2-3 месяца 13 обращений, которые были, жители сами их отозвали, потому что управляющая компания решила их до вмешательства инспекции. На самом деле очень важно до людей доносить, что в этих взаимоотношениях первая точка входа, куда они должны заходить со своими проблемами, это есть управляющая компания. Управляющая компания – это работник, которого они нанимают за свои деньги. И это очень важно, чтобы люди это понимали, что за это отвечает ни мэр города, ни госжилинспекция, а за это качество услуг отвечает управляющая компания, работодателем которой является каждый житель этого дома. И они вправе требовать 100% выполнения этих услуг. По-прежнему серьезной проблемой остается задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими предприятиями. На начало мая эта цифра составляла свыше 249 миллионов рублей. Работаем по всем направлениям, чтобы ситуацию в остальном случае выправить. Потому что, наверное, по одной-двум компаниям не идет на сегодня речь о моментальном погашении, чтобы хотя бы это остались суммы за вычетом средств, которые жильцы платят. Работа эта должна быть продолжена, отметил глава региона, чтобы в дальнейшем долги управляющих компаний не лебли временем на региональный бюджет. Мария Владимирова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В собрании депутатов Нинецкого округа завершена работа по законопроекту о перераспределении полномочий, переданных на региональный уровень в соответствии с 95-м окружным законом. Участники обсудили полномочия в сфере культуры, ЖКХ, дорожной деятельности и содержание автомобильных дорог местного значения, поддержки социально ориентированных НКО, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, распоряжение земельными участками.